Девочка-пай Здравствуйте! В эфире передача «Театральное время». С вами Марина Санакоева. В истории осинского театрального искусства есть люди, олицетворяющие непереводимые осинские ценности, такие как фарн, ахдау. Эдакие борцы национальной основы, корифеи театра, титаны, которых не ломают ни время, ни обстоятельства. Именно к таким относился наш сегодняшний герой сюжета. Любимец народный артист народный Иван Чикаев. Человечище, мастер, патриот, гражданин. В его случае только так можно сказать. Артист, посвятивший осинской сцене 65 лет своей жизни. Артист самой высшей пробы, голос которого все времена был слышен далеко за стенами театра. И в советские годы, на стыке двух эпох, когда юг Осетии закладывал уже основы своей государственности. И позднее, в сложные переломные годы борьбы за независимость. Наверное, как на сцене, так и вне театра, он по определению был главным героем всегда. Оказывающимся на передовой, как ни странно, и в общественной жизни, и в культурной. Главным героем по духу, по образу жизни, по складу своего характера. Какому-то особенному кодексу чести, соответствие которого выдерживают, наверное, лишь избранные люди. Профессиональная история будущего большого артиста осинской сцены началась в военном далеком в 1943 году. С кружка сельской самодеятельности, в котором с большим удовольствием участвовали трое друзей. 16-летний юноша Иван Дикаев, Кадзах Чочев и Казбек Кочев. В те годы их состав театра на фронт ушли десятки молодых людей. И в результате чего театр стал испытывать нехватку профессиональных кадров, конечно. А это грозило в отдельных случаях срывом спектакля действующего репертуара. В это время руководство театра заметило самородка во время представлений, которую юные артисты устраивали для раненых военного госпиталя, располагавшегося в здании Цехинваловской школы номер 2. Ребят позвали на небольшую сцену как временную альтернативу профессиональным артистам и вели в состав артистов некоторых спектаклей. Когда-то давно, вспоминая свои первые шаги профессии, Иван Григорьевич рассказывал, что именно это доверие, которое для руководства театра было фактически вынужденной мерой, окрылило его тогда с товарищами. И пришло тогда понимание, что это именно то, чему он хочет посвятить всю свою жизнь, себя и свое будущее. Говоря о таких мастерах, как Иван Дюкаев, сложно подбирать слова, достойные его масштабу личности. Как артист – несомненная глыба, как осетин, как сын своего отечества – человек космического масштаба. Такие люди в истории нации – это редкость. Иван Григорьевич был своеобразной совестью нашего культурного этноса. Талантливый человек, трудолюбивый, с чувством правды, редкой порядочности и скромный, редкий на такт при взаимодействии с людьми. Война закончилась, но театр поднес в ней невосполнимые потери. Многие из ушедших на фронт артистов остались на полях сражений. Артисты-любители продолжали поддерживать театр и в послевоенные годы. Вопрос подготовки новых профессиональных кадров решился лишь чуть попозже, в 1956 году, когда группа молодежи из Южной Осетии была направлена на учебу в Москву – театральную студию имени Немировича Данченко при художественном академическом театре. Созвездия талантов, имена которых в осинской культуре, несомненно, навсегда станут образцом высочайшего мастерства, про этот курс и про каждого его представителей можно рассказывать долго и долго, неустанно. Но достаточно лишь перечислить хотя бы несколько имен Людмила Голованова, Донара Кумаритова, Кадзах Чочев, Ростик Чабьев, Федор Харибов, Ростик Загоев, Евелина Гукаева, Алихан Тедеев, Исаак Гогичев не будет преувеличением сказать, что этот блистательный период – лучшее, что случилось в Национальном театре за всю его 90-летнюю историю. И артист Иван Григорьевич Чабьев в этой галерее звезд, тем не менее, по общему признанию коллег, был особенным. Профессиональная биография Ивана Чабьева насчитывает около ста ролей, которые он мастерски воплощал на протяжении 60 лет непрерывного служения осинской сцене, комедии, трагедии, психологические драмы. Везде он был органичен и великолепен. Его омран в одноименной пьесе Буцакова-Притаева лучший из всех, которые были представлены на нашей сцене за всю историю нашего театра. Конечно, мы не располагаем всем архивом того времени, да и не было возможности снять. Но есть какие-то уникальные кадры, отрывки из его спектакля, его, несомненно, ярких ролей. И мы сейчас посмотрим эти отрывки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 жестко высказывался за дисциплину и обновление репертуара театра в соответствии с требованиями того времени. Он писал письма в разные инстанции, протестовал против системы, отодвигал, боролся за нашу культуру. После развала Советского Союза он стал открытым сторонником конституционной Южной Осетии. И в отличие от многих деятелей нашей культуры и представителей интеллигенции, которые выбрали позиции сторонних наблюдателей, он открыто выступал против нацистской политики Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он хорошо знал также предыдущую трагическую историю Южных Осетин, хотя в советские годы под строгим запретом было все, что касалось киноцита 1920 года, расстрелов осетинских патриотов и гонений на интеллигенцию. Он был также в курсе многих внутренних антиосетинских течений именно потому и был постоянно находился, можно сказать, под прессом местных властей, которые в 90-е и 80-е годы уже открыто стали сдавать права и позиции области, доведя дело до известных нам событий. Его сыновья, в частности, Хсаджи Каев, часто вспоминают, что в последние годы жизни отца Иван Григорьевич начал писать свои воспоминания уже в мемуарах о прожитом времени, об истории театра, о своих великих коллегах и о старых порядках, которые сам пережил или о которых слышал. 8 августа 2008 года все его рукописи, к сожалению, сгорели, как его квартира вместе с его архивом в центре города, поэтому почти никаких документальных свидетельств о биографии народного артиста у нас, к сожалению, не осталось. На площади в центре Цхенвала прошла вся его жизнь, жизнь между театром и домом, которые он на протяжении всей жизни фактически уравнивал в приоритетах. Он опустил, наверное, руки, пожалуй, лишь тогда, когда ушел с этой площади. Война в 2008 году отняла у него уютную квартиру, где прошла вся его сознательная счастливая семейная жизнь, полная событий. Трое сыновей – Хсар, Батрац и Алан, достойные сыновья, продолжатели культурных ценностей и традиций своего отца. В этом году исполняется 95 лет. Он бы отметил свой очередной юбилей большого мастера, гражданина, можно сказать, мастера идеологической составляющей истинского общества. Конечно, следует отметить это мероприятиями, но в силу сегодняшних обстоятельств то, что мы просто даже о нем сегодня упомянем и покажем его яркие образы – это дорогого стоит. Конечно, все уходят безмолвно, фактически не получив от нас должного почета и признательности при жизни. И пока мы ссылаемся на сложные времена, на войны, эпидемии и прочие причины, пытаясь найти оправдание своему равнодушию к славной пляде наших выдающихся современников. С памяти народной стираются, может быть, какие-то имена. Но имя Ивана Джеккаева всегда будет писано золотыми буквами в общую летопись театрального искусства нашего народа. Спасибо за внимание. До новых встреч на театральных подмостках. Субтитры создавал DimaTorzok